Доброе утро, это Укрлайф. Мы продолжаем совместный проект с общественным радио Донбасса. И со мной сегодня в студии бессменный ведущий этого проекта Сергей Гармаш, главный редактор сайта «Остров». Сергей, доброе утро. Ну и, конечно, Николай Волынко сегодня у нас в гостях. Он глава независимого профсоюза граников Донбасса. Ну, вот смотрю, газета ваша называется «Погорняцки». И вот что интересно, прямо вот на первой странице, покажу, вот попрошу нашего оператора показать, вот блог, извините за тавтологию, известного блогера Фашика Донецкого. Вот неоднократно в нашей студии звучало уже это имя, в студии по закадрам. Вот просили обратить внимание, потому что уж вольно, хорошо человек пишет про то, что там происходит. Ну, давайте познакомимся, наверное, если, я вот возьму на себя смелость перед тем, как Сережу передать слово. Несколько слов о себе просто. Кто вы, что вы, расскажите нашим зрителям. И откуда вы взялись-то? Из Донецка или там откуда? Я председатель независимого профсоюза «Горняков Донбасса». С первых дней, когда еще с марта 2014 года, мы в открытую пошли против этих оккупантов. Тогда еще не было оккупации, но тем не менее мы выступили за Украину. Ну, откуда я взялся? Родом из Донецка. То есть вы в Донецке? До того, как начались военные действия? Я дончанин, я не донецкий, я дончанин. Могила моих родителей, родных, близких, все в Донецке. И за это мы сражаемся, чтобы вернуть оккупированную территорию и чтобы Донбасс был в составе Украины. Сейчас вы выехали из Донецка и живете вот здесь, в Украине, на свободной территории. Я выехал из Донецка, если так считать, в апреле месяце 2014 года, после тех знаменитых событий, когда был похищен Владимир Рыбак, царство ему небесное. Наши, ну, мои соратники приняли решение, чтобы я ушел в подполье. И почти до августа месяца я находился в подполье на оккупированной территории. Мы периодически выезжали, ну, встречались с высшим руководством, особенно интенсивно встречались в мае и июнь. Просили, чтобы нам дали оружие, чтобы, потому что у нас были, есть и будут патриоты, которые будут защищать свою Родину. Ну, к большому сожалению, руководство не пошло нам навстречу. Пришлось все делать самим. Газету, это у нас газета слово плюс дело, а это информационный бюллетень. Своими силами выпускаем. Уже вышли на второй миллион экземпляров. Все сами, все сами, потому что поняли одно, что кому-то это АТО, а для нас это война. Война за свою Родину. Николай Николаевич, а вот членская база вашего профсоюза, она осталась на оккупированной территории? Основная, да. Основная членская база осталась на оккупированной территории. Вы поддерживаете отношения? Со многими. У меня информация, как говорится, начиная от счастья до Широкина и по всей оккупированной территории. Давайте сейчас конкретно об углепрове, потому что тема горячая. Буквально на минувшей неделе Пушилин заявил, что тысяча вагонов в сутки переходит угля с территории ДНР, только ДНР, без ЛНР, на территорию Украины. Как работает там углепром сейчас? Как работает углепром? Я вот могу сказать первое. Май месяц 2014 года. Мы, наш профсоюз, делает заявление, обращаемся к Турчинову, к Яценюку о том, что надо все сделать, чтобы добытый уголь, который лежал на складах, вывести вглубь Украины. То есть заполнить до не хочу, до не могу все склады на ТЭЦах, чтобы добытый уголь не достался оккупантам. Нас не послушали, к нам не прислушались. Ну, ТЭЦы же не принадлежат государству. Надо было общаться с Ренатом Леонидовичем. Давайте немножко по-другому будем рассуждать. Есть государство. Есть государство Украина. И есть власть, которая должна была применить власть. А кому что принадлежит, в Соединенных Штатах тоже угольная промышленность частная. Но там есть власть. Но там нет олигархов. Ну, есть олигархи, нет олигархов. Давай не будем это. А я вот говорю, что там есть власть. Если хозяин, доказано нарушение у хозяина, произошла авария, и это по вине руководства, то этого руководителя, хозяина, власть разрывает. Ну, а с другой стороны, Сережа, мне вспомнилась история, как вся страна и министры все обсуждали, как завозить уголь, например, из Африки. То есть, ничего страшного. То есть, тут государство было, на самом деле, вовлечено. То уж не все так на самом деле. Вовлечено было очень хорошо, вовлечено. И то, что после мая месяца мы, опять же, обратились к руководству, то, что у нас ТЭЦы на антрацитовой группе, в основном. И мы обратились к руководству, что надо все сделать, имея марку Г, ДГ, переоборудовать котлы под эти угли. И вот совсем недавно было совещание в Минтопэнергии, Энерго, и руководитель департамента энергетики, ну, одна из руководителей заявила о том, что славянская ТЭЦ останавливается, так как нету угля. Ну, это было в середине прошлого месяца. И что? Я задал вопрос. Сколько идет война? Два года. Почему вы до сих пор не переоборудовали ТЭЦ под марку Г и ДГ? Ну, это якобы ляжет затраты на потребителей. Хорошо. Дебильно недоразвитые республики уже третий год кормим, бесплатно отдаем электроэнергию, воду, газ, все бесплатно отдаем. Поэтому больше 20 миллиардов гривен эти республики, дебильно недоразвитые, должны Украине. А почему не забрать это, не потребовать? А они сейчас говорят, а нам хорошо, цены не повышаются. И вот тут же как раз власть, вместо того, чтобы применить свою власть и заставить тех же частников, а они же частники начали переходить, переоборудовать котлы. А то, что государственное, выходит им выгоднее покупать тот уголь с дыры, платить государственные деньги и иметь с этого. Ну и при этом нагрузка на потребителя все равно есть, потому что были повышены недавно на тарифы на электроэнергию. Правильно. Правильно. Опять же, возвращаемся к тому, что должна быть власть. Есть государство. Не то, что там частные олигархи, а есть государство. И власть должна применить свое... Есть закон. Может быть, власть заинтересована в том, чтобы такая ситуация была? Простой пример. Февраль 2015 года. Встреча с премьер-министром, с руководством правительства, нас, шахтеров, когда мы требовали, чтобы вернули господдержку. Я задаю премьер-министру Яценюку вопрос. Вы в курсе, что те шахтерики, я их не могу назвать шахтерами, это шахтерики, которые воюют против Украины, против народа Украины, получают пенсии, получают регрессы и получают пособия от Украины. И что? Яценюк смотрит на Розенка, Розенка на Яценюка. Мы не в курсе. Я говорю, как вы не в курсе? Это информация и море. Нет, мы не в курсе. Я говорю, значит, вы в теме и в доле. Но это дело в прошлое. Теперь-то уже ничего этого нет. Это продолжается. Сейчас еще больше вывозится. И еще больше. То, как они получали пенсии. Как это, так они и получают. Вот тех переселенцев, которые с первых дней как уехали, и не имеют даже электронных пропусков, не говоря уже о бумажных, вот этих как раз лишили. Пособий, пенсии. Сейчас люди бегают, доказывают. А то, что те оттуда приезжают, то были шоппинг-туры, а сейчас эти, пенсионные туры. Вот простой пример Славинск. Приезжает автобус. Старший с автобуса выходит, заходит в этот соцзахисту. Все отдельная комната. Они пишут все под копирочку заявления. Час-полтора автобус уехал. Другой приехал. Все это продолжается. У нас есть власть. У нас нет власти. А что вы хотите лишить граждан, которые остались на оккупированном территории, их пенсии? Подождите. Справедливо заработанных? Справедливо заработанных. А что нет? А эти республики признаны. Республики нет, граждане наши пенсии. На референдум ходили? Не знаю. Не все же ходили. А списки есть. А списки есть. Люто ненавидеть Украину и тут же требовать вы мне обязаны. Да нет. Большинство там не люто ненавидят. На референдум ходили в основном люди, которые плохо вообще понимали, что они делают. Которые в сентябре месяце, большинство из них, выехали в Украину. Выехали и продолжают мутить здесь уже, в Украине. Николай Николаевич, а можно вернуться все-таки к угольной отрасли? Что там происходит на самом деле? Сколько там? 80 шахт осталось, да, украинских? Или сколько? Навскидку-то. Я вам могу сказать, не то, там 64 шахты остались были. Из них, вот взять Донецк, да, Южная Первая и Южная Третья, на освобожденной территории. Шахта Трудовская не работает, разбита. Она наоккупирована или нет? Наоккупирована. Это Трудовские, Маренко. А границы практически. Как раз граница. В феврале 2014 года, когда я выступал на шахте там и просил, а думайте, люди, не смотрите ни телевидение, ничего, а просто живите своей жизнью. Ну, там же начали, мы будем стрелять, бандеровца убивать. Говорю, выстрелите вы, выстрелят вас. Надо одуматься. Ну, а когда шахта перестала работать, мне звонили, спрашивали, а ты откуда знал, что будет война? Я говорю, с головой надо дружить. С головой. Точно так же, как считали российские пенсии. Я говорил всем, вы в пенсионный российский фонд ни копейки не положили. Не потянет Россия вам давать такие пенсии. Не потянет. Так вот, Трудовская не работает. Работает шахта Челюскинцев. Ну, тоже добыча у них нехти какая. Зарплату выдают пипеткой. В России пипеткой. Ну, то есть частями, да? Да, это они говорят, пипеткой. Если на шахте Челюскинцев гросс проходчик получал 8-12 тысяч гривен, то сейчас 8 тысяч рублей. И то получают пипетками. Так 8 тысяч рублей это 4 тысячи где-то гривен, да, получается? Да, да. Зато раздут штат управленческий. Ведущих профессий не хватает, а это... Шахта Калинина в отпуск бесплатный отправляют. Скачинка так-сяк еще работает. Лидевка в режим водоотлива. Абакумова затоплена. А что за сядька? Вот я видел плакаты, где они писали, что за сядька национализирована. Еще полгода назад, еще до того, как были возникли эти разговоры о национализации. Что все-таки? С другой стороны, из Вягильского нет в списке лиц, которым запрещено въезжать в ДНР. За сядька потихоньку тоже работает. И то, что они пишут национализировано, все это... Как оно будет национализировано? И кем? Николай Николаевич, а много сокращают шахтер? Многие остаются без работы? И куда они деваются? Вот у вас есть какая-то информация? Пополняют ли они ряды тех, кто воюет против Украины или нет? Или пытаются искать работу? Есть такие, которые пополняют. Но подавляющее... Ну, уже много таких, которые... Я лучше посижу дома. Пенсию я получаю. Пособие я получаю. Регресс получаю. Ну, тогда вы сейчас оправдываете то, что мы им платим пенсии и зарплаты, потому что тогда они якобы не идут воевать. Я их не оправдываю. Нет, нет, саму... Тогда это не дает идти к боевикам и получать там деньги. Я говорю за тех, которые с оружием в руках воюют против Украины. И списки есть. То есть членов именно, конкретно людей, которые с оружием в руках. И списки эти есть. Правда, они сейчас начали шифроваться, кто воюет против Украины. Они начали чистые солдатские книжки себе делать, чтобы потом говорить, я сидел на блокпосту, я не воевал. Хотя у нас есть информация, даже вот по Шахтерску, которые убивали наших раненых солдат в 2014 году. Есть пофамильно, кто убивал. Информация есть только у вас или в СБУ правоохранительных органов? В правоохранительных. Все есть. Все, мы работаем. Мы защищаем свою родину. Дальше, когда мы в том же 2014 году обратились к руководству, что надо сделать все, чтобы шахты на освобожденной территории работали. Как государственные, так частные. Все, чтобы у государственных предприятий был нормальный бюджет. Когда составляли коалицийную угоду, новый парламент в 2014 году, там было четко записано, что бюджет угольной отрасли на 5 лет расписали. Все это, что будет сокращаться поэтапно, постепенно. Ну, на 2015 год бюджет отрасли полностью урезали. Полностью. Что такое полностью? 50%, 80%, полностью 100% может звучать? Не считая, не считая средств, полтора миллиарда на закрытие шахт, все остальное, на развитие, на господдержку, на оборудование, на все, все полностью убрали. То есть, имея под боком фронт, имея под боком такую мощную пропаганду против Украины, наши доблестные депутаты помогают врагу. То есть, создают возможность им и дальше вести пропаганду на территории Украины. Вот у нас все хорошо, а у вас, видите, все забрали. Это в таком духе. То есть, вы говорите о том, хотите сказать, что шахтеры, которые сейчас переехали, они остались некоторые, многие без работы, да? Или что? О чем вы сейчас говорите? Именно об этом? Нет, это потому, что на нашей территории предприятия не выплачивают зарплату. Именно на нашей территории, да? Наши власти, доблестные власти, как законодательные, так и исполнительные, уничтожаются шахты. Просто-напросто. Свежий пример. Цену установили 1100 гривен для государственных шахт. А то, что будут везти из-за рубежа, там уже 1600-1800 гривен выходит цена. А чем, а почему нельзя, надо создавать рабочие места в Австралии, в Южной Африке? В ДНР. В ДНР, дебильно недоразвитых. В России. Ну, в родной Украине нет. Надо все набить, надо все зажимать и уничтожать. У нас угля разведано только на 300 лет. Только одного угля. Угля, газ, метан, берите, используйте, пускайте его. Нет, этого не делается. Почему Китай вышел в лидеры? Имея огромнейшие запасы угля, они ставили заводики, заводы по переработке угля в газ. Газ, топливо, дизельное, бензин, химия, парафин. Там такие все составляющие. У нас все это есть. У нас этого не хотят делать. Вот прошлое руководство, не Демчишин, а Мартыненков Игорь Николаевич, первый зам. Когда пришел, когда его назначили первым замом, что первое он сделал? Собрал совещание и попросил, чтобы вот эти все котлы, которые, сколько им лет, какие менять. И вышло, что большинство котлов у них КПД 30%. То есть, вместо того, чтобы менять, новое внедрять, у нас повышают цены. На электроэнергию, на тепло, на все, на все. Это ж не реформы. Ну и что и в результате? Ну, как я обладаю информацией, Демчишин на себе все замкнул. А то, что он... Все. И вот точно так же и это продолжается. Уничтожение угольной промышленности. А то, что уголь идет с ДНР. Официально мы признали, что мы официально покупаем уголь в ДНР. Ну, то есть, официально это заявление. Кому война, а кому мать родная. Ну, исходят из государственной необходимости. Да. Возвращаемся к 2014 году. Государственная необходимость. Мы обращаемся. Вывезите. Давайте все сделаем, чтобы вот это, даже эта антрацитовая группа, чтобы ее не забрали, не оккупировали. Ведь можно было это сделать. А кому оно это надо? Кому? Ну, Николай Николаевич, тут же интересная была история о том, что когда стали говорить об изоляции оккупированных территорий, помните, да, как только Украина вышла со своими товарами, мгновенно российские товары наводнили там, вот, рынок этих оккупированных территорий. Та же самая история здесь. То есть, как бы, ну, мы не будем у них покупать, они другие у них будут покупать. Или вы считаете, что если мы не будем покупать, никто не будет покупать. То есть, вы вообще выступаете за изоляцию этих вот оккупированных территорий? Или все-таки за какой-то с ними, я не знаю, торговлю, я не знаю, налаживание отношений, выборы, в конце концов, проведение там. Что? Ну, я же не знаю. Выборы? Ну, я же в контексте государственных рассуждений и Минских соглашений, я сейчас говорю. Каких соглашений? Ну, Минских. Мы не признаем. Мои члены профсоюза, которые на фронте, которые в подполье, мы не признаем Минских соглашений. Почему? А потому что это идет война. Минские соглашения, которые в одностороннем порядке, нашим нельзя стрелять, нашим нельзя отвечать, а им все можно. Мы не признаем. Это наша земля. Наша. И мы ее будем освобождать. И все делаем, чтобы ее освобождать. По поводу того, что торговля, там, это. Какая торговля? С кем? С оккупантами. Если я встречаюсь с министром информатики, стать. Информацией? Да. Минстеть. Рифмуется дальше. Полный. Ну, вынесем это за скобки, продолжим. А почему за скобки? Не-не, расскажите, да, как встречаетесь и что происходит. Я встретился с ним. Встретился, я показал наш информационный бюллетень. Я объяснил, рассказал, во что это обходится, что нам нужны средства. У нас есть возможность. Кстати, газета и на оккупированной территории. Не только на фронте, не только по Украине, но и на оккупированной территории. Вы раздаете ее там, да? Распространяют. 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 И в России тоже. Подрываете там основы, устойки всяких или там что там еще? Мы люди должны знать правду. Не только то, что им Киселев ТВ рассказывает, а мы свое. Ну и что? Я подумаю, я поговорю. Это ноябрь 2014 года. Сегодня что у нас? Июль 2016 года. Есть люди, которые оказывают помощь нам в выпуске газеты. Есть. Но они просят. Не называй. Не идей, чтобы наши фамилии не звучали. У нас порвут. Контрпропаганда практически нашей властью не ведется. Не ведется. А есть спрос на оккупированных территориях, на вот такие вот газеты, на какую-то информацию с Украины? Насколько я знаю, вот посмотрите, там четко записано. Прочитал, дай другому почитать. И вывозят даже. Оттуда вывозят и хвастаются, что видели, читали. Моей дочери подружка позвонила, она была там. Говорит, Лена, я такую газету мне дали. Там твой папа. Я выйду, я тебе покажу ее. Приятно. Ну, а вас там уже записали во «Враги народа» или нет? Да, я там в расстрельных списках еще с мая 2014 года. Это в дебильно недоразвитых республиках. А в России с апреля, после моего выступления на телеканале «Дочь», где я сказал, Вова, тебе Алины мало, что ты на Украину лезешь. Смотрите, я говорю, получите. Николай Николаевич, обойдем эту делегатую тему. Нет. Романтическую тему. Ваш профсоюз действительно тогда четко заявил позицию. Как другие шахтерские профсоюзы, особенно официальные, которые сейчас фактически стал там. Знаете, когда в прошлом году был съезд шахтеров Украины, я там был в качестве приглашенного. Приглашенного? Да. Да. Ко мне подходили делегаты и задавали вопрос. А почему ты, твой профсоюз, не все, но многие, встали на дыбы, в штыки, вот это все восприняли, и воюют, защищают. А почему наши? Я говорю, ребята, я обращался ко всем, что давайте, пока еще эта бацилла не разошлась, выведем шахтеров на улице и скажем, идите, мы сами у себя разберемся. Ну, я говорю, а мне говорили так, мы профсоюзы, мы вне политики. Защищать родину, свое защищать, это что, политика? Это не политика. Это защита своей родины. Ну, такой, знаете, как говорится, не для эфира, но такой мат стоял, делегаты, возмущались. Почему? Хотя я вот часто бываю, есть члены профсоюза, и НПГУ, и ПРУПа, официальные. Что это за странные сокращения? НПГУ, это независимый профсоюз горнику, да? Независимый профсоюз горнику, да? А вот это последнее? Профсоюз работников угольной промышленности. Это официальный, основной профсоюз. Официальный, основной. Есть люди, которые, шахтеры, которые воюют, защищают. Я не говорю, что только наш профсоюз воюет. Есть. Есть шахтеры, которые по-настоящему понимают, что это надо делать. Надо защищать. А, к сожалению, тогда, апрель, май, местная власть, руководство профсоюзов заняло такую позицию, что мы в сторонке постоим, как на днях мэр Торецка. В сторонке постоял, посмотрел, когда перекрывали дорогу, вот, несколько дней назад. Я посмотрю, что ж из этого выйдет. И вышло. Все стояли, многие в сторонке, и вышло, что война, беда пришла в наш дом. А если бы мы тогда все поднялись, многие заняли бы настоящую свою позицию, как положено, я уверен, что такого б не было. А может, последний вопрос, раз уже за это заговорили. Вот, Николай Николаевич, ведь существует много мифов о Донбассе, и существует много критических замечаний в адрес жителей Донбасса. И вот одна из критик, что на самом деле это же большой, огромный урбанистический регион, где много сильных мужчин, которые работают в шахтах, на заводах. И как могло так случиться, что вот эти вот люди, вот эти люди не вышли, не протестовали, не сопротивлялись, и только какая-то горстка там журналистов, общественных деятелей, активистов это делала. За что, честно говоря, многие и поплатились, по большому счету. Кого убили, кто выехал и так далее. Как такое могло произойти? Я понимаю, что это риторический вопрос, но его часто задают здесь, в Киеве. Говорят, а где же они все были? Что же они делали там? Здесь надо проанализировать, наверное, кто они, да? Кто шахтеры были, кем? Кто такие шахтеры вот на период мая-марта 14-го? На тот период, когда это все началось. Ну да, потому что многие же говорят, что они там необразованные, темные, они не вылазят из-под земли. Но мы-то знаем с вами, что это не так. Но мы-то с вами знаем с разными. В советское время самые образованные, самые читаемые были шахтеры. У нас очень много техучилища, это институты, техникумы. Горные, конечно. Не только горные. Потому что у нас был заработок. Я работал в бригаде на шахте Заперевальной. В среднем у меня чистыми выходило 700 рублей. Тогда, когда учителя было 156? Да. Приблизительно. Да. Не, но мы работали. Мы пахали. Это было. А к моменту вот этого, что все произошло, к большому сожалению, местная власть, киевская власть еще как раз показывала о том, что если местная говорила, что мы гегемоны и мы кормим всю Украину, у меня, кстати, по этому моменту кормим Украину. Перед войной, в марте месяце, я приехал в Лутугинский район, тоже шахта Белореченская, и там было собрание. И вот кричат, мы кормим Украину. Я говорю, стоп, кормильцы, вы свой район хорошо знаете? Да. Я говорю, вот рядом село Успенка. Сколько там было заводиков? Три. Сколько сейчас? Ни одного. Сколько маслобоин было? Две. А сейчас? Ни одного. Хладоцех был? Был. Деревня. Что с деревней? Что с этим селом? Умирает. Кто купил эти заводы? Российский олигарх. Что он сделал? Всех выгнал и на металл все порезал. Говорю, ну кого вы кормите? Кормильцы. То, что разъяснительной работы не велось. Я с 94-го года обращался к руководству тогда еще народный рух, и оппозиционной тогда ботевщины. Обращался. Обратите внимание на Донбасс, что надо все вести, пропаганду. Надо рассказывать. Ну, к большому сожалению. Майему, что майему. То есть вы хотите сказать, что шахтеры были не готовы? Это не только шахтеры. Это уже не те шахтеры, которые остались в мифах о том, что это трудовой класс. Те шахтеры, в основном, многие, я знаю, многие товарищи мои, кто уехал в Россию на заработки, кто в Штаты, кто в Канаду, кто в Южную Африку. Кто в собственный бизнес для того, чтобы сохранять свои доходы. Многие, многие, те, кто, как говорится, клепка в голове, они не сидели, они уходили. А как раз пошел период задержки заработной платы. Все это. Это вы про 90-е годы еще говорите? Да, 90-е. 90-е, начало 2000-х. И все. И, ну, с другой стороны, независимость Украине досталась легко. А теперь нам Господь Бог послал испытания, что мы должны доказать, что эта независимость действительно нам нужна. Вот как Прибалтика. Ну, об этом можно много рассказывать и рассуждать. Николай Николаевич, у меня все-таки экономический вопрос. Мне интересно, я вот мониторю их информационное пространство и видел интервью, так называемого, руководителя департамента угля в их министерстве, так называемом. И он приводил, на мой взгляд, интересный аргумент о том, что при Украине были госдотации, и все равно шахты не выживали. Сейчас у них в ДНР нет госдотации, но шахты работают. В связи с этим вопросом, почему у нас в стране сохраняются дотации? Какие шахты там работают? Ну, если они каждый день тысячу вагонов переправляют, он, наверное, шуток и добывает. Я вам за шахты говорю. То есть вы хотите сказать, что сейчас угля добывается только на копанках? В основном, да. Так сколько у нас тогда угля закопано в копанках-то? Угля? Кто тогда эти шахты закрывал? Много. Почему я знаю, что в Краснодоне из 12 шахт 8 работают? Ну, за Краснодон я не готов ответить. Я вот хочу сказать, что даже в той же Луганской, на оккупированной той территории, ну, и даже и Равиньки, и Свердловка не в полном объеме работают. И Краснодон тоже не в полном объеме. А те уже государственные-то вообще, ну, я же говорю, с пипетки зарплату получают. И то, что он говорит, что мы без дотации выживаем, врут. Ну, я бы по-другому ответил, сказал бы. Ну, врут. Точно так же, как звонят с той стороны людей, обзванивают, приезжайте, у нас все тихо, живем от пуза, все нормально, припеваючи. Потом едут туда, верят их пропаганде, и через месяц, это максимум месяц, убегают оттуда. Убегают. Оставив все деньги там, все это, и убегают. То есть вы считаете, что углепром не может существовать без дотации? А как же частные шахты того же Ахмеда? Частные шахты? Во всем мире всегда дотация есть. В Германии один пфенинг, это скрытая господдержка. Везде все есть. Есть господдержка. Понимаешь? Ну, вот я просто вот... Вот частные, не частные, государственные. Надо одно понять, что есть государство Украина, и что нам надо эту страну, государство, сохранить. Имея такие запасы, создавать рабочие места где-то, но не у себя. С другой стороны, я помню, по-моему, 15 или 5 миллиардов было, да? Ну, вот в те времена еще. Дотации и что? Все равно предприятия закрывались, углепром все херел, херел и... Шахта? Что человек? Родился, вырос, умер. Родился, вырос, умер. Да, но шахты у нас как-то не рождают. Умирали, но не рождались. Правильно. Все правильно. Несмотря на дотации. А если бы убрали бы... Ну, если была бы власть, как положено. Власть, как положено. Ведь еще Грушевский говорил, беда Украины заключается в том, что ею управляют те, которым она не нужна. Это сто лет назад, он сказал. А оно получается все... Это ж правда. Я же повторяю, что имея такие запасы, можно... Вот в 90-х годах в Луганске была поставлена установка по переработке угля ваз. И этот газ пускали на нужды Луганска. Ну и что? Этого мы разъели. Когда Виктор Федорович пришел к власти, первая ходка премьер-министром, тогда же копанки сильно начали расцветать. Правильно? Ну да. Их курировал его сын, поэтому... И пропускал Саша стоматолог. Кстати, когда... А как сейчас? Вы не знаете, его бизнес там продолжает работать? Вот копанки. Кто их сейчас контролирует в бизнесе на курить? Чем-то больные или больные? Я не готов ответить конкретно, но знаю одно, что если бы наша власть хотела бы, чтобы государство Украина было, то многие бы вопросы, и бизнесы этих, которые... И заправки, и копанки, и все, уже бы давно перекрыли кислород. Но этого не делают. Значит, и в теме, и в доле. Сейчас покупаем уголь. Фактически получаем, что копанки принадлежали ему. Сейчас, если уголь мы покупаем с копанок, то это фактически мы платим Януковичу. Все правильно. Януковичу и Ванюшенко. Не только. А если мы еще сейчас не разберемся с ценой угля, как положено, не 1100, а хотя бы 1600, хотя бы, это в месяц выходило бы где-то, ну, порядка 30-40 миллионов в бюджет отрасли. Это государственная. Это, ну, как находка. Это я разговаривал со специалистами, с руководителями. Говорят, это для нас бы, для отрасли была бы, как находка. Но они разворовали бы их, потому что, ну, раньше были дотации. Мы опять возвращаемся к чему? К власти. Отсутствие власти. Отсутствие власти. Ну, мы что имеем, то имеем. Какая есть власть? Ну, правильно. Народ защищает государство, а население выбирает власть. А чем отличается народ от населения? Чем? Чем? Народ помнит свое прошлое, думает о настоящем. Живет в настоящем и думает о будущем. А население, день прошел, и ладно. Население выбрало в Лисичанске Дунаева, народного депутата от ОПО Блока. Хотя все заборы, все подъезды и дороги были исписаны. Дунаев вор. А он вышел, сказал, когда я был у власти, войны не было. И все население, те, которые, оглядываясь, живут в прошлом, и вспоминают о том, как было хорошо. Да, и я говорю, было хорошо. Потому что я был тогда молодой. У меня ничего не болело, не скрипело. Да, вот это я вспоминаю. Но надо думать о будущем. Смотреть вперед. У нас много сейчас молодежи. Мы подтягиваем их. Мы им говорим, мы уйдем. А вам дальше жить. Не будьте населением, а будьте народом. Да, мне просто интересно уже продолжение. А вот шахтерский состав сейчас меняется как-то? Меняется настроение? То есть там до 14-го года это был, ну, не хочу никого обидеть, но это был Люмпин все-таки. Ну, так видишь сейчас. Вот сейчас это продолжается ситуация? Да, продолжается. Те директора шахт, которые помогали апрель, май, июнь сепаратистам, они остались на своих рабочих местах. Вы имеете в виду на украинской территории? Да, да. Нету. Я еще в апреле месяце, когда выступал... В директорах государственных шахтах? Да, да, да. Я не буду говорить за частных, это пусть там разбираются. Я еще в апреле месяце, когда выступал у Савика Шустера, и тогда еще кандидат в президенты Петр Алексеевич задал мне вопрос, как вы относитесь к децентрализации? Я сказал, первое, жесткая люстрация, жесткая не только на Донбассе, а везде. Перевыборы, запретить минимум пять лет тем, кто были у власти, избираться и назначаться. А потом вернемся к децентрализации. Все. Если немножко поговорить о будущем, о котором вы говорили, вот если мы сейчас вернемся на Донбасс, давайте себе представим, то вот из всех тех шахт, которые работали до оккупации, сколько из них можно будет восстановить? Потому что, очевидно, же часть затопленная, я так понимаю, с нарушением каких-то технологий и все прочее. Это первый вопрос, сколько можно, возможно ли будет их восстановить? И второй вопрос, нужно ли их восстанавливать? Может быть, это уже будет другое будущее для другого какого-то Донбасса? И вот, как вы думаете, если не угольная отрасль, то, скажем, вот мировая практика среднего-малого бизнеса, вот вы, как человек, шахтер с многолетним опытом, вы считаете, вот это приемлемое вообще для Донбасса это будущее? Да, я об этом не устаю повторять, что те шахты, которые нельзя восстановить, все сделать, чтобы была соблюдена технология, откачка воды и все остальное. Но то, что надо развивать на этой территории, новые отрасли, новые технологии, все новое, потому что у нас металлургия устаревшая, шахты устаревшие, есть шахты, ставить заводы рядом, переработка угля в газ. Это как один из вариантов. И все новое, и как можно больше, чтобы молодежи туда. Центральная, западная Украина. Да там и своих хватает-то, молодежи. Чтобы молодежи мало, что ли? Урбанистически. Своя выехала в основном, кстати. Своя-то выехала. Но мы же говорим об освобождении. Вряд ли она захочет вернуться. Ну, с другой стороны, по возврату. Вряд ли захочет вернуться. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас нету государственной политики. Нету по оккупированным территориям. То, что посоздавали министерство, я вас умоляю. Министерство говорит о том, что надо торговать в той территории. Ага, ну правильно. Там сидят и ждут, когда же этот мешок развязать, который заложен на якобы восстановление Донбасса. Чтобы подербанить. Я уже по-шахтерски говорю, так как оно есть. А то, что у нас нету государственной политики, то, ну, нету. Нету. Я повторяюсь, беда у Украины заключается в том, что ей управляют те, которым она не нужна. Николай Николаевич, когда домой вернетесь? Когда? У меня младшенький внучок, ему тогда 4 годика было, и вот он сказал, говорит, мама, мы победим. И скоро. И вот я, я верю, что мы вернемся. Вернемся. И будем строить новую Украину, нормальную Украину на Донбассе. А как мы можем победить, если наша власть, вы сами говорите, ничего для этого не делают? А как вы видите сценарий вот этой победы? Кроме власти, есть народ, есть патриоты, которых, правда, сейчас пытаются, добровольцы, которых сейчас возбуждают уголовные дела. эти сепары, вот я знаю, сколько офицеров, которые уже полтора года ходят под уголовным делом. Почему? Потому что сепар, которого задержали, написал заявление под диктовочку, написал, что они над ним издевались, а он местный житель. И тут же находят, неправильно протокол составил, неправильно задержал его. А в 14-м году добровольцы своими телами, своими жизнями, волонтеры закрыли, спасли Украину. И мы есть. Хочет власть, не хочет, мы заставим. 16-го мая наш профсоюз сделал заявление по поводу так называемых местных выборов, по поводу зачистки властных коридоров в Луганской и Донецкой, ну сейчас, Краматорской, вот да, что мы не допустим вплоть до силового сопротивления. Что вы не допустите? Проведение выборов или что? Да, проведение выборов, сдачи Донбасса, якобы под Минский, в Минских соглашениях это написано, в Луганской области на освобожденной, после нашего заявления собирались депутаты местных уровней, от поселковых, сельских до городских, которые проукраинские. И они тоже приняли, там больше 100 человек было, депутатов, они тоже приняли решение, не допустим. Николай Николаевич, как тогда найти снова общий язык с теми людьми, которые остались на оккупированной территории, что делать с амнистией, вот если позвольте, может даже если последний вопрос, я не знаю, в последнее время. Ведь амнистия тоже важный вопрос. Амнистия? И как-то же надо возвращаться туда. Да, возвращаться. Возвращаться. Хочешь жить в России? Езжай. Езжай. Выкупать его квартиру, заплатить ему, довозить его до границы. Езжай. Мы будем сами здесь строить. Амнистия не всем. Какая амнистия? Я вам привел пример, как на глазах у всего. Нет, вы мне, вот расскажите зрителям, они это не слышали. Это было за кадром. За кадром? Не слышали никто просто у меня. Ну, в начале июля, когда уже последний пассажирский поезд уходил с Донецка, мои люди помогали моей семье выехать. И вот дочка с внуками, ну, он звонит, говорит, пап, мы уже возле вагона, мы уже в вагоне, мы тронули, поехали. И тут же, через полминуты, звонит, и первое, что она мне сказала, папочка, прости меня, если что не так. Остановили состав и начали обыскивать всех. с соседнего вагона выскочил парень и побежал. И его на глазах всего состава расстреляли. вот это, вот этим амнистию, вот таким, которые добивали наших раненых, вот этой им амнистией, никакой амнистии, не забудем, не простим. А то, что амнистия, сейчас работает программа СБУ, тебя ждут дома. Тот, кто хочет вернуться, тот и возвращается. Но те, которые грабили, убивали, захватывали и их амнистировать, пусть плавненько, спокойненько за поребрик. За поребрик. Это я не свое мнение высказываю. Я высказываю мнение наших. Нашего народа, который не забудем, не простим, не захотел жить. Ну, есть пример. Если человек хочет жить, вот, евреи выезжали, он хочет жить в Израиле. Он же не звал Израиль сюда. Он уезжал. Правильно? Вы хотите жить в России? Езжайте. У нас Украина. Это наша земля. Это наша территория. И мы ее будем защищать и будем освобождать. Давайте на этой оптимистической ноте закончим все-таки нашу встречу. Программу время уже подходит к концу. Спасибо вам большое за искренность, за патриотичность. Я думаю, будем рады вас еще видеть. Николай Николаевич, спасибо огромное. Хочу напомнить нашим зрителям, что Николай Волылков был сегодня у нас в гостях, лидер, неизвестного профсоюза Корняков Донбасса. И спасибо вам. Оставайтесь с нами всегда. Приходите в гости. Слава Украине. Героям слава. Тут уж никак не скажешь по-другому. Это был Укрылаев прямой эфир и это был совместный проект Укрылаев ТВ и общественного радио Донбасса. Всего хорошего. Укрылаев ТВ